Альпинист Альпинист В сентябре 2001 года стартовала экспедиция «Сибирь-Аверест». В ее составе 13 участников. Сильнейший альпинист у Кузбасса, Томска, по одному из Барнаула и Санкт-Петербурга. Основные пункты маршрута. Базовый лагерь 5200 метров, передовой базовый, лагерь на Северном Седле, штурмовой на Северном Гребне и, наконец, вершина 8848 метров. Северном Гребнест Он говорит, что очень плохие. Если не говорит, что померли. По-моему, просто напросто. Не, он не говорит. То есть им сейчас нужен кислород. Если очень плохие, кислород уже, я думаю, не нужен. Пошли к Касселу, от него какая-то информация будет. Пойдем, сходим. Вчера на восхождение вышла группа Крылов, Акинина, Никифоров и Леушев. Перед ними на вершине уже побывали кузбассовцы. Что произошло, неясно. Проблемы со связью. Накануне все шло по плану. После обеда выходим, ночуем на северном седле. Завтра идем на второй лагерь. Это 7800. Послезавтра в лагерь 8300. И послезавтра, это, по-моему, 24 число, надеемся, подняться на вершину. Алексея пригласили в команду для усиления ее состава. Опытный альпинист. Бескислородные восхождения на К2 и Макалу говорят сами за себя. Общительный, он быстро вписался в группу, где получил прозвище Лехи Пикерского. Аня Акинина. Явление уникальное. Феноменальные физические данные. Психологическая устойчивость. Воля. Настрой. За спиной три восьмитысячника. Единственные из россиянок, зашедшие на тхау-лагерье. Я видела после 7800. Нет, видела, что там дальше, после 7800. Было страшно. Даже один раз втихаля плакала. Плакала? Нет, внизу. Думала, что там будет. Нет, с подводной лодки куда-то повернешь. В сибирской экспедиции создана ударная группа. Выбраны сильные, схоженные ребята. Кузбассовцы. Их задача быть впереди. Обрабатывать маршрут. Ставить лагеря. Провешивать веревки. Уже по их перилам идут другие. Два месяца изнурительной работы. Русская экспедиция значит бедная. Значит все делать самим. Буржуин проще. Им до последних метров помогают шерпы. Получив по 5000 долларов, они всю рутину берут на себя. Палатка сломана, все порвано, все мокро. Люди в команде очень разные, независимые. Каждый заплатил огромные деньги и вправе распоряжаться собой по своему усмотрению. В случае опасности ему нельзя запретить идти на вершину. Это единственный шанс в жизни. Плюс обязательства перед спонсорами. В этих условиях задача руководителя сделать все, чтобы взошло как можно больше людей. Сам он пойдет последним. В базовый лагерь заходят машины. Он наполняется разноязыким людям. Заехали коммерческая экспедиция США, экспедиции Колумбии, Австралии. У наших отдельная палатка для кухни. Свежие фрукты, овощи взяли внизу. Мясо на местном рынке. Из России привезли сало и рыбу. 9 апреля с караваном Яков экспедиция выйдет для установки передового базового лагеря на высоте 6400 метров. Спокойная, мирная жизнь. Так происходит засолка. Курцов, помидоров. Славян, вкусненький? Слушай, что-то таит. Не бьется, что ли? Нет, почему? Вот, все, нормально. Бьется? Все как положено. Сердце есть, сердце работает. Поздравляю вас с началом экспедиции. Ура! Слав экспедиции поднять! Знакомство с соседями. У многих проблемы. Англо-американская экспедиция прекратила работу из-за цитнота, британская – из-за конфликта с носильщиками. У всех поджимают сроки, а гора не подпускает. 31 мая заканчивается виза, но из-за плохой погоды в этом сезоне не совершено ни одного восхождения. 18 апреля установлен лагерь на Северном седле. Лишь через месяц передовая группа выходит на штурм вершины. Если говорить о шансах на успешное восхождение, то они у нас есть. Но другое дело, как это будет на самом деле, это судьба. Были годы, когда никто не мог забраться на вершину. Но мы будем биться, будем стараться. Ненавижу ждать. А тем более ждать, когда не знаешь, чего ждать. Будет, не будет. Погода, я имею в виду, все остальное. Времени хватит, не хватит. Мы полны решимости и очень много злости. Столько дней просидеть без надежд, то я думаю, что на злости на одной должны залезть. Сказать, что погода плохая, ничего не сказать. Арктический холод до минус сорока. Ураганный ветер порывами, ударами до пятидесяти метров в секунду. Слепящее солнце. Нетронутая белизна снега, обжигающие глаза. Ветер сушит кожу. Страшно хочется пить. Литров пять нужно на сутки. Реально два. За восхождение слетает 10-20 килограммов. Наваливается горная болезнь. Ты знаешь, у меня трюночь нормальная, я спал так. А вот перед утром затылок прям как будто туда крюк забил. Так, перешел. Голова болела, и все. Тело тяжелое и непослушное. Кружится голова, мутит, крайне не хватает воздуха. Надышаться, восстановиться невозможно. Особенно выше восьми тысяч. Как хрипят легкие, как колодится сердце, как больно отдаются они в голове. Женщина, не ходите в горе. И в общем, вы тоже не ходите. Глядите в горе. Здравия с праздником, космонавтики. Сегодня день космонавтики. Какой космонавтики? Ты же в какой-то космонавтики. В общем-то, в образе тоже космонавтики. Да, на этой высоте летают самолеты. А мы тут как дураки. Танцы выпечают. Все высоты до восьми тысяч метров поддаются акклиматизации. Восемь тысяч – рубеж. Выше – зона смерти. Люди гибнут порой непонятно от чего. Предельно малая концентрация кислорода, ветер, мороз, усталость. Споткнулся – смерть. Плохо привязал кошку, не рассчитал кислород – смерть. Как сказал Алексей Никифоров, приняв решение идти наверх, ты должен быть готов заплатить за него только сам. По самой большой ставке. Он заплатит. Но тогда об этом еще не знали. Настрой был все. Последний патрон, и ту отсыревший. Это что, неделя-то? Нет. Дело в том, что если мы сваливаемся оттуда, все. Никаких шансов. Потому что, как мы сегодня шли, вроде три мужика. Вроде отдохнули, поспали сегодня. Неплохо, кстати, на 7-800 поспали. Но ползли как. Где можно за час пробежать? На часа три. Первая группа – Фойкт, Кожемяка, Утишев – совершает восхождение на вершину и спускается в лагерь на высоту 7800 метров. Александр Фойкт – без применения кислорода. Вторая группа – Крылов, Акинина, Никифоров, Элеушев – поднимается в штурмовой лагерь на высоту 8300 метров. Подходишь к первой ступени, бах, кусок веревки торчит, значит, и вот человек лежит. Лежит человек, он вот в такой веревке улетел. То есть он улетел еще и лежит. Сколько лет, мне не понятно. Первую ступень проходишь, опять вот эти плиты, фигиты, всякое ойзи. Ну, сопли, короче, вот натуральные сопли. Допустим, если бы это было, пускай даже на большой высоте, но без маски, без маски, без очков как-то. А то все это, то, значит, очки запотеют, то они сдвинутся, то маска упадет. А ты же, это отвлечение сразу от этого, потому что ты знаешь, что кислород пошел у тебя наружу, ты не дышишь. Сергей Зуев пытается идти с высоты 7800 метров без кислорода. Не удается. Берет баллоны, но отказывает редуктор. Сергей поворачивает обратно. Сложно руководствоваться здравым смыслом, когда вершина так заманчиво близка. Сильнейший альпинист. Что скажут внизу, дома? Первая группа в полном составе спускается в базовый лагерь. Анна Акинина совершает восхождение. Позже она скажет. Взойдя на вершину, первым делом потрогала камни и снег. Самые обычные. Поразило небо. Густое, фиолетовое. Далеко внизу облака. И хотя мало что понимала, знала, сейчас выше нее нет никого на свете. 24 мая стала отправной точкой в целой череде событий. Сутки на вершине вобрали в себя все лучшее и худшее, что есть в современном альпинизме. Американец, спустившийся в лагерь, рассказал о событиях, очевидцем которых он явился. Вчера гид и клиент, участники американской коммерческой экспедиции, стали лагерем на высоте 8700 метров. У клиента начался отек мозга. Он не смог идти. Гид остался. В полночь на помощь им вышли спасатели. К рассвету американцы были у скалы Гриб на высоте 8600 метров. Там неожиданно увидели трех русских, замерзающих после холодной ночевки. Кислород у них давно закончился. Двое почти не двигались. Им дали кислород, ввели дексаметазон, и они потихоньку ужили. Крылов и Елеушев помогают Никифору спуститься в штурмовой лагерь. Это им почти удается. Но в 300 метрах от палатки Алексей погибает. К трагической развязке поднимается третья группа. На ее глазах несколько часов назад погиб австралиец. С парнем бились всю ночь, но вытащить не сумели. Это еще одна потеря в экспедиции вооруженных сил Австралии. В марте, в Непале, в тренировочном восхождении четверых на крыло лавины. Из 23 прекрасно оснащенных альпинистов на вершину Эвереста зашел лишь один. Погибло пятеро. Еще ничего не зная об Алексее, на помощь спешит тройка Проваторов, Новицкий, Попов. Идущий первым Саша Проваторов встречает американца. Кто? Где? Живы? Двое? Трое? Беги к нему. Американец дает средства для прямого укола в сердце. Спускается Аман. Никакой. Через полчаса группа американцев. Твой друг погиб. Кто? Описывают. Леша. Другому нужна помощь. Встречает Стаса. Лешу ты сбросил? Вот этот момент. Леха, ты бросил или нет? Он налетел вниз. Да. Только что. Руки, ноги целы. Чудо. Сначала упал рюкзак. Минут через пять капюшон, как показалась голова. Вылетела вверх с воздушным потоком, прокатилась между восходителями и исчезла за гребнем. Будто прощался. Оказалось, тело Алексея сбросили американцы. Лежал на тропе, мешал клиентам. Повели Стаса. Сто метров идти минуту. Сползали, задыхаясь и падая в час. Ну, уже было окончательно темно. И нам тут предстояло, конечно, решить вопрос, спускаться дальше по темноте или оставаться ночевать там. Значит, вот, ну, из опыта я знаю, что на такой высоте ночевать, конечно, это уже смерти подобно. Пол седьмого начало светать. В это же время примерно я увидел первые фонари поднимающихся групп. Где-то примерно в районе 7 часов к нам первым подошел Восходитель из американской группы, зовут его Дэйв. Вот я в двух словах на своем ломаном английском объяснил ему, что мы просидели ночь. Значит, после этого он дал нам попить. Дал по одной таблетке. И тут, в общем-то, начало выглядывать солнышко. И все стали потихоньку как проживать. Там тяжело всегда. Отличить запредельную тяжесть от нормальной не могут даже самые опытные. Наоборот, чем сильнее человек, чем большую боль выдерживает, тем опаснее это для него. Более слабые психологически уже готовы к отказу от восхождения. Каждый из нас знает, на что идет. Леша нарушил правила, которые он знал прекрасно. О которых повторили ему и все говорили ему перед выходом. Мало того, он чуть не забрал с собой еще двух человек. Это просто чудо, что они остались живы. Двадцать шестого мая группа спускается в базовый лагерь. Двойка бачков-крупов совершает восхождение и на следующий день спускается в ABC. Таким образом, из тринадцати человек сибирской экспедиции вершины достигают восемь. Из спортсменов выжимает гора силы. Ну, я не знаю, как стиральная машина. То есть спускается человек уже отжатый полностью. Но единственное, его поддерживает радость победы, что все-таки удалось. Взошли на высшую точку планеты. Сбылась давнишняя наша мечта, чтобы мы смогли это сделать. Восхождение – это постоянная борьба с холодом, горной болезнью, ужасающей уверенностью. Уверенностью, если что-то случится там, наверху, спастись не будет возможности. Выше шести тысяч вертолет не поднимется. Чтобы спустить одного, нужно положить еще двоих-троих. Погибшие остаются там навсегда. Ну, американка, короче. Вот лежит одетая полностью. Прямо через ее кофла через кошки переступаешь. Все, немножко настроение. Хоть и ты знаешь, что там куча. Все равно уже как-то немножко не того. Еще три недели назад здесь вспоминали барнаульцев. Кто бы мог предположить, что вернутся не все? КОНЕЦ Настроение отлично. Настроение мы накопили за долгие дни ожиданий. Так что все в порядке. Ну, желаю в себе, желаю нашей группе удачи. Удачного возвращения через пять дней. На этом месте дадим интервью в следующий раз. Здесь достигают запредельные цели. Здесь открывают в себе новые возможности. Здесь умирает от безумной усталости. Небо, тишина, вечность. Человек – частичка тепла в мире льда и камня. Непонятно, как очутившаяся здесь. Здесь радости нет, осознание, что бы ни произошло, на вершине бы. Спускается другой человек до предела опустошенной и выработанной. Да, он добился успеха, он взошел. Но еще большего успеха добилась гора. Теперь, где бы он ни находился, она всегда будет с ним. В снах, мыслях, мечтах о новом восхождении. Хлопок, лен, сколько лет прошло, тот же свет из волшебного глаза. Имя, имен, мы смотрим друг на друга, а над нами все небо в алмазах. 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 Трагедия – это пилософские искусства, противодействия, конфликты, может быть, явление, может быть, лечо, а трагические Должно быть некое событие. Трагедия должно происходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...